Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Ну что же, мы сегодня с вами тестируем две палетки. Это Анастасия Беверли-Хиллз Модерна Ренессанс и ее аналог Makeup Revolution, палетка которой называется Reloaded Iconic Vitality. Они на самом деле по цветам очень похожи. Чуть позже я покажу сводчи обеих палеток. А сегодня я хочу сделать макияж с помощью и одной, и второй палетки. Я на один глаз нанесу оттенки из Анастасии Беверли-Хиллз, на другой глаз оттенки из Makeup Revolution. И оттенки я буду брать, естественно, одинаковые. То есть, если я здесь взяла белый, то здесь я возьму его же. Я хочу посмотреть, насколько в итоге будет отличаться макияж на глазах, насколько это будет стойкое покрытие в одном и во втором случае. В общем, мы сравним и вместе решим, стоит ли платить в несколько раз дороже за палетку, если можно купить Makeup Revolution с аналогичными оттенками. Ну и, конечно же, посмотрим, насколько они вообще в принципе похожи. В последнее время я снимаю свои видео так рано утром, что вид у меня, конечно, не вполне себе веселый и довольный. Но вы просто имеете это в виду, что раннее утро я только глаза свои открыла. Итак, ради чистоты эксперимента сделаем мы с вами следующее. Все тени будем наносить одной единственной кистью. Я буду ее после набирания одних теней из палетки вытирать вот такой вот ватный диск и наносить следующие тени для того, чтобы они между собой не смешивались. Почему не беру разные кисти? Ну, просто один ворс может быть мягче, другой более жесткий, и, соответственно, нанесение будет разным. Поэтому для чистоты эксперимента мы будем наносить все с вами одной кисточкой. Чудеса монтажа и техники. И на моих глазах появился вот такой вот скотч для макияжа. Меня часто спрашивают, что это за скотч. Я покупаю его на Алиэкспресс. Я ссылку вам под видео оставлю. Стоит копейки. Очень удобная вещь. Я наклеиваю вот так вот по глазу для того, чтобы просто в процессе видео не залезть туда, куда не надо, потому что очень сложно без нормального зеркала и вообще перед камерой краситься. Поэтому в видео я всегда его использую. Итак, мы начнем с вами с палетки Makeup Revolution. И возьмем с вами самый светлый оттенок. Это вот этот. И, конечно же, в процессе нанесения я буду рассказывать свои впечатления, потому как палетку эту я уже пробовала, но сравнивать ее с Анастасией Beverly Hills такого опыта в моей жизни еще не было. Я решила сделать это при вас, потому что мне, честно говоря, тоже очень интересно, насколько получится одинаковый макияж. Наносим самый светлый оттенок, он такой средней пигментации, немножечко пыльный, нанесем его в два слоя. И параллельно я буду наносить этот же оттенок на второй глаз тенями из палетки Анастасия Beverly Hills. И тени Анастасия Beverly Hills, они чуть более пигментированы, чуть более сыпучие, кстати, рыхлые. И цвет на веко переносится, ну, как я это вижу сейчас, по пигментированию в один слой. Давайте добавим такого достаточно холодного коричневого в складку века. Наношу потихонечку. Оттенки все немного-немного пылят. Они, кстати, пылят значительно меньше. Они значительно менее рыхлые, чем тени Анастасии Beverly Hills. В общем-то, кому-то это покажется, что это плюс. Но на самом деле это в ущерб пигментации. Потому что Анастасия Beverly Hills за счет вот этой рыхлости они набираются лучше и они более пигментированы. Один слой выглядит вот таким вот образом. Эти тени, кстати, из палетки Makeup Revolution, они на пальце набираются значительно более пигментированно. Но эта палетка стоит 489 рублей. И то, что я получаю за эти деньги, это просто нечто. Я вам просто забегая вперед скажу, что эта палетка, как и еще одна этого бренда, ну из новинок, мне понравилась очень. Я вам даже ее советую, в принципе, не привязываясь к тому, что это аналог Анастасии Beverly Hills Modern Renaissance для повседневного макияжа. Здесь, кстати, довольно подходящие оттенки. Тени идеально растушевываются, не ставят пятен. В общем, и выглядит, кстати, отлично. Ну давайте еще немножечко, совсем капельку. Ради эксперимента больше, я думаю, смысла наслаивать эти тени нет. Таким вот образом выглядит на глазах, а я тем временем вытираю кисточку и наношу из палетки этот же оттенок, из другой палетки, похожий оттенок. Также еле-еле касаюсь кистью и наношу в складку. Эти оттенки, кстати, достаточно похожи, но насколько похожи все оттенки, вы чуть позже увидите. И наносится он заодно, и нос затемнили тут. Наносится, кстати, вот этот оттенок, я бы не сказала, что более пигментированно. Вот он примерно точно так же и наносится, как из палетки Makeup Revolution. Ну вообще с Анастасией Beverly Hills с палеткой Modern Renaissance проблем у меня никогда не возникало. Это очень мягкие тени, которые растушевываются буквально сами и имеют потрясающую пигментацию. Эта палетка великолепно подходит для профессионального макияжа, потому что работать с ней на самом деле одно удовольствие. Смотрите, складывается такое впечатление, что тени из палетки Makeup Revolution даже более пигментированы. Но такой эффект создается из-за того, что у меня вот здесь это просто достаточно сильно, ну скажем так, выбеленная, подвижная века. И поэтому такой эффект создается. На самом деле тени из палетки Анастасия Beverly Hills не менее пигментированы, чем у Makeup Revolution. Это я вам точно говорю, потому что я вижу сейчас все это сблизи, и как это все наносится. Ну и еще буквально тоненький-тоненький слой, и на этом мы, пожалуй, остановимся. Мне бы сегодня не хотелось сделать слишком яркий макияж, но с помощью этих палеток я думаю, что у меня все-таки получится очень-очень ярко. Итак, на данный момент мы имеем вот такую вот разницу. Я не знаю, видна она вам на камере или нет. Я вижу себя в зеркало, и мне, в принципе, оттенки прям вот, ну честно говоря, прям один в один. Очень похоже. Давайте перейдем к следующему. Я вытираю свою кисточку, свой рабочий инструмент, и возьмем мы с вами. Я предлагаю взять какой-нибудь светлый, светлый золотой. Я не подбираю сейчас оттенки друг под друга, чтобы у меня какой-то очень красивый макияж получился. Я просто тестирую, я стараюсь тестировать максимальное количество теней и тех теней, которые подойдут для повседневной жизни, тех оттенков. Итак, наносим. Я не вижу слишком сильную пигментацию, по крайней мере, с помощью этой мягкой кисти из белки. Но перелив присутствует, тени, в общем-то, тени на веках я вижу, но слишком сильной пигментации пока нет. Поэтому второй слой. Такие оттенки особенно хорошо работают, конечно, на базе, но, опять-таки, для чистоты эксперимента базами мы сегодня... Впрочем, кого уж я обманываю, как и всегда, мы ими не пользуемся. Вот такой вот эффект. Еле-еле заметно. Я вытираю кисточку и мы наносим этот же оттенок, где у нас вот он, из палетки Анастасия Беверли Хиллс, также еле-еле касаясь рефила. Посмотрим, какая здесь пигментация. Ну, на самом деле, скажу вам честно, в общем-то, очень-очень похоже. Тени видны, но я бы не назвала это каким-то прям очень таким плотным слоем. Сейчас уже начинаю опять заговариваться, потому что я вся прям, знаете, вот в макияже. Я уже тут просто разглядываю со всех сторон, смотрю, как все это наносится. Очень похоже, очень. Немного светлее, кажется, этот глаз, опять-таки, из-за того, что мы сделали светлую подложку и светлые тени из Анастасии Беверли Хиллс легли более пигментированно. Так, в общем-то, вот эти вот золотистые тени, мне кажется, одно и то же. Давайте нанесем что-нибудь более такое холодное. Вот этот вот я оттенок возьму. Наберу его немножко побольше, мне кажется, что будет неплохо, если этот оттенок будет на веках виден. И нанесу его немного... Хорошая пигментация достаточно, смотрите. Нанесу его немного в складку. Пройдусь буквально чуть-чуть по тому, что мы уже с вами затемнили коричневым. Что у меня сегодня получится, я вообще, честно говоря, не в курсе. И вот таким вот образом втушую в золотой. Зачем я это делаю, я не знаю. Ну вот как кисточка ходит по лицу. Я ей вполне доверяю. В общем, достаточно интенсивный цвет, он хорошо передается. Опять у меня сегодня макияж будет в красных оттенках. Ну, эти палетки, в общем-то, они... Не сказала бы, конечно, что прям предполагают такой красный макияж, но у меня до сих пор, несмотря на то, что такие красные, фиолетовые, бордовые макияжи уже, знаете, отходят в сторону, уступая место в более натуральном макияже. Но вы меня извините, у меня фиолетовый вот этот бум еще не закончился. Ну, в общем, вот такая пигментация. И дальше мы возьмем похожий оттенок из Анастасии Беверли Хиллз. Если мне не изменяет цветопередача, мои глаза правильно видят эти цвета, то мне кажется, знаете, тут просто в чем дело? Тут два достаточно похожих оттенка, вот эти вот фиолетовые. И я надеюсь, что я беру все-таки аналогичные. Давайте приступим к следующим глазам. Нанесу абсолютно так же, такими вот полувбивающими движениями и втушевываю в коричневый, поднимаюсь чуть-чуть выше складки века. Ну, опять-таки, вам хочу сказать, что может быть вот этот оттенок более приглушенный, у Майка Преволюшен он такой поярче, но мы сейчас на слое, возможно, цвет проявится больше и будет максимально похожи друг на друга. Я закончила с нанесением, надеюсь, что я сделала это ровно. В общем, смотрите, разница, вот, мне кажется, настолько минимальная. Чуть-чуть вот этот оттенок такой по приглушенней, не то, что более темный, вот он именно более приглушенный, да это поярче. Но в целом, мне кажется, что если не приглядываться, особенной разницы нет. Поэтому давайте дальше обратить внимание, что тени и одни, и вторые немного осыпаются. В этом, кстати, деле очень помогает опять-таки скотч. Мы его отклеиваем, и под глазами у нас чисто. Я предлагаю нанести вот этот оттенок. В палетке Анастасия Беверли Хиллз этот оттенок мой любимый. Давайте посмотрим, насколько они похожи на глазах. Я затемню этим оттенком внешний уголок, также постепенно нанося. Хочется протестировать как можно больше оттенков, но вы понимаете, что я уже, честно говоря, не знаю, куда здесь что впихнуть. Уже сейчас такая будет каша. Уже достаточно много здесь оттенков, и уже у меня, как я и обещала с начала видео, получился абсолютно натуральный макияж. Прям вот натуральный некуда, такой утренний. Сейчас около 9 часов утра, поэтому этот макияж вот идеально для 9 часов утра подходит. Прям идеально. Сейчас мы еще же нарисуем стрелки, накрасим ресницы, будет прям само естество. Вот такая вот пигментация тоже, кстати, вполне себе неплохая. Тени также прекрасно растушевываются, не пятнят. Вообще про эти палетки Мейкоп Революшн могу сказать, что они, конечно, по качеству шикарные. У меня две, я в восторге, я, в принципе, хочу, наверное, всю коллекцию. Поэтому в ближайшее время, если они у меня появятся, я обязательно вам покажу на них обзор. Наверное, на этом и все. Как вы считаете, достаточно затемнять внешний угол? Мне кажется, этого вполне достаточно. Со стрелочкой будет выглядеть неплохо. Ну и, соответственно, тот же цвет берем похлопающими движениями с Анастасией Беверли Хиллз нужно быть очень аккуратными. Вот такими еле-еле похлопающими движениями. Иначе наберется столько, что все осыпется под глаза. Тут пигментация. У этого оттенка пигментацию чуть-чуть получше. Смотрите, я только прикоснулась тут уже, в принципе, по эффекту вполне. Цвета похожи. В них есть отличия. Я их пробовала на своте, на руке. Есть там небольшое-небольшое отличие. Но, как вы видите, на глазах в целом макияж одного и второго глаза выглядит практически идентично. Поэтому, если вам очень хотелось палетку Анастасии Беверли Хиллз, я уже забегаю вперед просто, но бюджет не позволяет, я ее покупала за 3,5 тысячи. Если бюджет не позволяет купить ее за такую сумму, вот, знаете, как лично я считаю, что можно вполне обойтись, ну, особенно для макияжа такого повседневного, для домашнего использования, вполне можно обойтись палеткой Makeup Revolution. Вот вполне, честно. Можно, конечно, докапываться и строить у себя тут великого визажиста, и говорить, ой, боже, какое вы можете сравнить эти качества. Но по факту я вижу практически одинаковые оттенки, прекрасное нанесение в одном, а во втором случае, прекрасную растушевку, прекрасную пигментацию, и по цветам, да, есть небольшое отличие, но, опять-таки, кто там, вы же не будете ходить с двумя палетками, сравните мне глаза, а так, в принципе, они очень похожи. Я немного подтушую границы, прям вот совсем капельку, и мы будем с вами снимать скотч, посмотрим, что у нас получилось. А потом нарисуем стрелочки, накрасим ресницы. Готово? Раз, два, три. Ёлочка, гори. Стряхну тут излишки. Второе. Вот за это я люблю скотч. Не очень много осыпается, и четкая ровная линия, которая, если для вас слишком четко, ее можно немножечко таким образом растушевывать. Скотч это вообще вещь. У меня уже третья бобинка эта подходит к концу. Быстро, легко и ровно. Вот такой макияж глаз у меня получился. Я сейчас подведу нижнее веко, наверное, без вас, потому что, в общем-то, возьму тот же самый оттенок, нанесу его буквально до середины зрачка и вернусь к вам. Я решила обойтись без стрелок. Мне кажется, что макияж и так достаточно яркий, и его дополнять уже стрелками нет никакой необходимости. Все продукты, которые я использовала, кроме этих палеток, я оставлю название продуктов в инфобоксе под этим видео. Что еще хочу сказать по поводу палеток? Обратите внимание, что в палетке Makeup Revolution есть дополнительный оттенок. То есть, все оттенки друг друга дублируют, но здесь есть еще вот такой вот черный. Он скорее больше такой серо-черный, нежели прям чисто черный. Ну, приятный бонус для затемнения внешних уголков. Мне кажется, он не помешает. В остальном оттенки, как вы видите, очень похожи. Если кто-то видит разницу на моих веках, обязательно напишите под видео. Ну, и кто не видит, тоже пишите. Мне прям очень интересно, насколько вот на камере, насколько вы это вообще видите. Одинаковый макияж у меня получился глаз или разный. Какая палетка на вас произвела большее впечатление. Ну, а теперь давайте посмотрим сводчи на руке, насколько отличаются оттенки из одной палетки и из другой. И вы сможете сравнить. Я надеюсь, что у меня получится показать вам это максимально наглядно. Ну, и теперь подведу такой, знаете, краткий итог своих впечатлений. Потому что то, что я делала сегодня, я делаю впервые в жизни. Я не вижу особенной разницы оттенков на глазах. Я вижу небольшую разницу в нанесении. В чем она заключается? Тени из палетки Анастасии Байерли Хиллс, они более рыхлые. Они лучше, немного лучше. Нет. Ну, просто лучше. Набираются на кисть. Чуть более пигментированно передаются, наверное. Вот эта палетка с рефилами, которые спрессованы более плотно, чем тени в палетке Анастасии Байерли Хиллс. Для кого-то это, кстати, будет большим плюсом, потому что тени менее сыпучие. Я бы так, наверное, сказала. Но уникальность тени Анастасии Байерли Хиллс под сомнение подставить очень сложно, потому что они настолько приятные, когда пальчиком трогаешь, они как будто влажные. Они прям, они просто как шелк какой-то. Вот нереально приятные ощущения. В то время как тени из палетки Makeup Revolution по ощущениям тоже очень мягкие, тоже такие, знаете, некоторые рефилы как будто бы немного кремовые, но все равно они такие по, даже не знаю, как вам сказать, по грубее что ли. Особенно это заметно на матовых оттенках. Решать вам, стоит ли покупать вот эту палетку, как бюджетный аналог Анастасии Байерли Хиллс. Очень жду ваших впечатлений под этим видео. Ваше мнение для меня всегда очень интересно и полезно. А я с вами прощаюсь. На сегодня все. Я надеюсь, что мы увидимся с вами в новых видео. Пока. Страшно сказать, но прошло около 13 часов. При этом я успела поспать лицом в подушку за это время. Выйти на улицу, где шел такой мокрый снег уже сутки не прекращаясь. Я пришла, у меня просто лицо все мокрое было. Все это, естественно, оседало на тенях. Но я подумала, что это как нельзя кстати. Такой жесткий тест-драйв. Итак, насколько вы помните, вот на этом глазу у меня тени Майкап Революшн. Вот на этом глазу тени Анастасии Байерли Хиллс. Ну, немного интенсивность их, конечно, подубавилась. Но 13 часов. Причем, еще раз повторюсь, и лицом в подушку, и под влажный снег. Я считаю, что стойкость и у одних, и у вторых теней просто шикарная. Причем, обратите внимание, что тени Майкап Революшн ничуть не уступает Анастасии Байерли Хиллс. В течение дня я свой макияж ни разу не поправляла, ничего не припудривала, ничего под глазами не убирала, не добавляла. Вот как я с утра накрасилась, так я и хожу уже в течение 12-13 часов хожу. У меня сегодня был очень длинный день. Поэтому, ну, в общем-то, в Анастасии Байерли Хиллс я не сомневалась. Было интересно протестировать палетку Майкап Революшн. Она не подвела. Я вообще, на самом деле, под впечатлением. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. Пока. Продолжение следует...